Яблоком раздора стала аккредитация при Минспорте и соответствующий статус. В июне прошлого года у предыдущей федерации хоккея шайбы приостановили аккредитацию. Причина, по мнению Вячеслава Воронцова, плохая работа организации. На этой почве конфликты у хоккеистов были не раз. Ежегодно получение федеральной средства на хоккей, распределяли их на свое усмотрение. Почему уже вскипело у всех? Выделено на весь хоккей в республике Бурятии. То есть народный хоккей на массовый спорт отправляет, агентство физической культуры отправляет 400 тысяч в 2014 году. Вот эти 4 человека берут 400 тысяч, снимают и едут в Сочи на турнир. Вы считаете это справедливо? Занимает там последнее место. Занимает последнее место, возвращается обратно. В 2015 году такая, 14-15 год, та зима. Ситуация повторяется. По версии официальной федерации, аккредитации их лишили по другой причине. В прошлом году чемпионат у нас недоигран. Главный судья был Вячеслав Воронцов. Он ни отчет не предоставил, и поэтому аккредитация федерации хоккея была приостановлена. 12 команд, то есть 90% всех хоккеистов с этим не согласны. Активисты решили взять ситуацию в свои руки и создать новую федерацию. О чем уведомили Минспорт. Министерство дает добро, однако общественникам так и не удается получить документ. Мы в середине января узнаем, что предыдущие федерации дают аккредитацию государственную на местном уровне. Москва, естественно, об этом ничего не знает. Московская и деньги. Там в районе суммы разные, там 250 или 400 тысяч. Интересный получился вопрос. Очень, как говорится, для нас неприятный. Официальная федерация снова есть, но мероприятий как не было, так и нет, считают активисты. Они писали по этому поводу письма во все инстанции и даже на имя президента России. Вот ответ из администрации президента, что извините, но в 2015-2016 году аккредитованная регулярная спортивная федерация, РО «Бурятская федерация хоккея с шайбой», не представила в органы исполнительной власти план мероприятий. И, соответственно, проведение чемпионата не представляется возможным в настоящее время. А также не представляется участие детской хоккейной команды во всероссийских соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова. Золотую шайбу и еще несколько турниров неаккредитованная федерация провела за свой счет. Чиновники из министерства пока остаются в стороне. 15 апреля обе организации отчитаются о проделанной работе, и тогда Минспорт вроде как решит, кому выделять деньги и даровать официальный статус. Аюна Чертара, Вячеслав Батоев, Первая, Альтернативная.